СОЛИДАРНОСТИ Наталья родом из Беларуси, но уже 20 лет живет в Германии. Сейчас она помогает белорусским беженцам в Украине. Это был октябрь прошлого года. Я увидела в одном из чая призыв к сбору средств для одного из беженцев. И поняла, что нужно что-то делать, потому что есть огромное желание помочь, есть огромная потребность в помощи, но нет связующего звена. У нас собралось несколько человек, которые взяли на себя роль связующего звена между людьми, которые ищут помощь бегущей белорусы, и белорусской диаспоры, в данном случае в Германии. На акциях солидарности продают открытки, бело-красно-белые флаги, сувениры с белорусской символикой. Но волонтеры получают и пожертвования от частных лиц. Всего с декабря 2020 года удалось собрать более 13 тысяч евро. Помощь из этих средств получили 120 белорусов, которые бежали из страны и смогли подтвердить факты преследования. Им оплатили жилье в Украине и в случае необходимости помогали с оплатой продуктов и медицинских расходов. Мы предоставляем им возможность отдышаться, прийти в себя, почувствовать себя вне опасности, почувствовать заботу вокруг себя, почувствовать себя свободными людьми. Среди тех, кто получил помощь, семья Елены и Андрея. В Беларуси им грозило уголовное преследование за организацию концерта. Поэтому уезжать пришлось в спешке, без чемоданов. Волонтеры из Free Belarus Center оплатили им проживание в киевском хостеле. Free Belarus Center нам помог. И его спонсирует диаспора в Германии. Хочется тоже передать им большую благодарность. Помощь реально очень нам была нужна. На самом деле это очень круто, когда ты гражданин Беларуси, а тебе помогают с Германией, с Киева, с Америки. Ты чувствуешь, что ты белорус, но ты не одинок. Александр – еще один белорус, которому помогли и собранных диаспорой средств. Он участвовал в акциях протеста и вынужден был покинуть страну. Благодаря диаспоре из Германии, поскольку мы экстренно приехали в Киев без финансовых возможностей, благодаря поддержке этой из Германии нам предоставили в хостеле место для проживания. И очень мы за это, в принципе, благодарны. Волонтерская работа помогает Наталье справляться с шоком от репрессий, происходящих в Беларуси. Это мотивирует очень сильно знать, что мы что-то можем сами изменить. В данном случае помочь людям, дать сигнал в Беларуси, что вы не одни, что мы с вами. Что если вам придется, к сожалению, покинуть страну, что мы не оставим вас одних. Белорусская диаспора в Германии помогает финансово не только беженцам в Украине, но и беженцам в самой ФРГ, а также семьям политзаключенных. То, как именно распределять вырученные средства, решают демократично, путем голосования в телеграм-чате. Насколько усиливаются репрессии в Беларуси, если настолько больше нужно выходить нам, белорусской диаспоре, на улицы, чтобы о нас вспомнили, мы голос белорусов здесь, и мы оказываем большое давление на политиков Европейского Содружества. Независимо от того, сколько прохожих подходит к ним на улицы или проходит мимо, белорусы в Германии намерены продолжать свои акции в немецких городах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!